Здравствуйте, это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня мы в гостях у Евгения Петрова, начальника управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Хакасии. Здравствуйте, Евгений Викторович. Расскажите, какова наркоситуация сегодня в Хакасии? В настоящее время в республике Хакасия наркоситуация особых изменений относительно 2014 года не претерпела. То есть, все, что мы наблюдали в 2014 году, констатировали резкий рост выявляемых наркопреступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Вот эта приблизительно тенденция, она сохранилась и в этом году. То есть, такой же высокий объем и изымаемых наркотиков синтетической группы, и выявляемых наркопреступлений, связанных именно с этим видом наркотиков. Ну а какова тенденция в распространении синтетических сегодня наркотиков? Мы пережили вот этот всплеск резкий в 2014 году. Относительно 2013 года у нас произошло в 6 раз увеличение, произошло увеличение из пресеченных преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетики. В 10 раз у нас было изъято больше синтетических наркотиков. То есть, мы это пережили, и вот сейчас уровень тех изымаемых наркотиков, он приблизительно равен тому же уровню 2014 года. То есть, дальнейшего роста не происходит, но в то же время нету и снижения. Ну и в Абакане, да и в других городах делается сейчас очень много так называемых закладок. С чем это связано? Вообще преступники у нас перестали бояться полицию? Как раз наоборот. То есть, вот это все и подтверждает, что наркопреступность уходит глубже в подполье. То есть, мы сейчас имеем дело с полным переводом схемы сбыта с контактным на бесконтактный. То есть, если раньше этот сбыт происходил из рук в руки, то сейчас, дабы не быть увлеченным, как раз легче где-то заранее спрятать, а потом сообщить это все посредством интернета или по смс-переписке через телефонную связь. Поэтому сегодня мы как раз констатируем, что весь сбыт у нас перепрофилировался на бесконтактные способы. Ну, не так давно был случай, когда простые люди просто обнаружили одну из таких закладок. Благодаря нашим таким активным и добропорядочным гражданам мы имеем возможность получать информацию по телефону доверия и сразу же выезжать и пресекать деятельность. Он стал очевидцем того, как молодые люди, потребители искали закладку, но, видимо, не нашли. Он подошел и после них на этом же месте начал все осматривать и под кирпичом нашел закладку. О чем сразу нам сообщил. Мы приехали и изъяли. Ну и все же работа по закладкам, это гораздо сложнее ведь? Конечно, сложнее. Какими способами пытаетесь бороться с этим? Всеми законными способами. То есть у нас перечень оперативно-розыскных мероприятий, их у нас 14 в законе оперативно-розыскной деятельности. Мы используем весь комплекс, разрешенный нам законом, соответственно, не то, так другое, в зависимости от ситуации. Но мы подстраиваемся, и это заблуждение для них, что они таким образом смогут избежать ответственности. В любом случае, сколько веревочки не виться, в любом случае в конце будет тюрьма. Да, поэтому мы подстроились уже под эти новые способы сбыта, да, и имеем определенные положительные результаты. И в прошлом году, и в начале этого года мы уже пресекли ряд преступных деятельностей, ряда групп в настоящее время. Какие-то уголовные дела уже направлены в суд. Какие-то вот сейчас буквально, вот у нас следователи работают по направлению в суд. Мы ожидаем приговоры. Вот, кстати, о судах. Сегодня буквально прошла информация о том, что молодого человека, который употреблял наркотики, да, о том, что ему заменили наказание, вместо срока обязали пройти курс лечения. Вот, прокомментируйте эту ситуацию. Это решение суда, да, оно обусловлено именно новой стратегией антитаркотической политики всего нашего государства. Последний год был ряд таких новых совершенно для России введений в нормативно-правовую базу. Изменения были включены и в Уголовный кодекс, и в Кодекс об административных правонарушениях, как раз предусматривающие возможность замены наказания на альтернативу прохождения, добровольного прохождения курса лечения. Таким образом, государство предлагает наркозависимому лицу, да, или лицу, пока еще не признанным наркоманом, но уже увлеченному в эпизодическом употреблении наркотиков, да, отказаться, пройти курс реабилитации, да, для того, чтобы была возможность все-таки это лицо вернуть назад к нам в общество. Но с другой стороны, ведь получается, наркоман ходит среди нас? Все правильно. Не страшно? Наркоман — это не значит изначально преступник. То есть это больной человек. Наркомания — это зависимость, это болезнь. Мы, к сожалению, да, обыватели, воспринимаем наркомана как уже конченого человека, да, то есть все пропащий, на нем, как говорится, клеймо негде ставить, да, крест на нем, все общество от него отвернулось. Но на самом-то деле, если в масштабах страны посмотреть, сколько миллионов, от которых мы отвернулись, разве мы вправе это делать? Они такие же наши сограждане. То, что он, будучи в абстинентной ломке, да, он там совершает какие-то побочные преступления для добывания себе денег на дозу, да, то есть там общие уголовные кражи, грабежи, там, да, мошенничества различные, это последствия его заболевания. То есть изначально, да, он был такой же, как и все остальные граждане. Ну, я думаю, многие ведь не согласятся с этим, с тем, что наркомана надо жалеть и лечить, вместо того, чтобы его наказать за это. Ведь он сам туда встал, на эту дорожку. Ну, знаете, большинство лиц, вовлеченных в незаконное потребление наркотиков, да, были вовлечены в молодом возрасте, этому молодому, юному возрасту, да, свойственно все пробовать. Поэтому мы это должны осознавать, что многих вовлекли, как бы, вот в том еще возрасте, когда они не совсем понимали, что делать. А потом уже наступает зависимость, понимаете. И мы теряем своих сограждан, теряем, когда все вместе отворачиваемся от них. Поэтому вот сейчас нынешняя политика государства именно всеми способами постараться, общими усилиями, не только нашими правоохранительными органами, там, да, и судебной власти, а именно всех министерств и ведомств, потому что сейчас идет, разворачивается у нас в целом очень большая компания по созданию реабилитационных центров, то есть идет именно социальная реабилитация и ресоциализация, то есть возврат в общество, назад вернуть его к нормальной жизни. Есть примеры, есть примеры, хоть и говорят, что бывших наркоманов не бывает, да, но бывает ремиссия длиной жизни. То есть человек отказывается, осознательно отказывается от своего вот этого дурного пристрастия и живет с этим, и живет, и создают семьи, нормально работают. Ну вот сейчас наступает лето, и вновь встает вопрос о дикорастущей конопле. Горожане некоторые жалуются, что иногда целые поля вот ее вырастают на заброшенных участках, на пустырях каких-то в черте города. Это вообще кто должен следить за этим, и куда людям обращаться в случае чего? Обязанность уничтожения дикорастущей конопли лежит в первую очередь на землевладельцах и землепользователях. А следить за выполнением этой обязанности как раз и призванным правоохранительным органом. Существует административная ответственность в соответствии со статьей 10.5 Кодекса об административных правонарушениях в отношении как раз вот этих вот должностных лиц, физических лиц, юридических лиц, тех, кто не предпринимает меры по уничтожению очагов дикорастущей конопли. Мы эту работу ежегодно проводим в тесном взаимодействии с антинаркотической комиссией Республики Хакасия. То есть у нас задействованы там Минсель, ХОЗ, другие ведомства. То есть мы в бюджете Республики предусмотрены немалые денежные средства. Поэтому если информация у граждан есть, и они считают, что мерный предпринимается, они могут приспокойно обратиться на наш телефон доверия. Кстати, о телефоне доверия. Он достаточно давно уже работает в Республике. Как он действует? Расскажите о его работе. Телефон доверия в круглосуточном режиме может позвонить любой человек из любого региона. И этот звонок будет принят нашими дежурными службами, своевременно доложен руководству, и мы примем меры по проверке. Информация проверяется в течение месяца, и результаты докладываются руководству управления, и мы смотрим уже качество проверки. Звонивший может узнать результаты по его звонку? Если вдруг у звонившего возникли сомнения, он считает, что по телефону доверия не проверяют, он может всегда прийти просто ко мне в кабинет, любой человек, мы с ним приспокойно все сядем, обсудим, я запрошу эти данные, посмотрим, вместе посмотрим, что сделано. Ну все, спасибо большое, что ответили на наши вопросы.